Ну что, среда это день тренировки спины и бицепса, поэтому что мы будем делать? Сначала начнем с подтягиваний. Но нет, сначала мы начнем, конечно, с разминки, поэтому давайте хорошенько разомнем наши кисти. Кисти, хорошенько, в одну в другую сторону. Наши локти. Потому что без этого никак. Ох, прохрустеть хорошо. Наклончики. Одну в другую. Отлично. Растянем наш бицепс. В одну и в другую сторону. Отлично. Трицепс. Такой экспресс-метод по растяжке всего тела. Так, таз. В одну, в другую. Растянем нашу квадру. Взяли за носочек. Носочек тянем в пол. Вернее, колено в пол, носочек наверх. Отлично. Бицепс бедра. Один и второй коленочки. Коснулись пола. Ну что, а теперь, собственно, переходим к самой тренировке. Ну что, самое главное, с чего мы должны начинать, это подтягивание. То есть, турник – это основа твоей хорошей спины. На турнике у нас есть параллельный хват, у нас есть обратный хват, у нас есть обычный хват, у нас есть широкий хват. Ну, широкий хват оставляйте всегда напоследок, потому что он самый тяжелый и его желательно делать, когда мышцы уже разогреты. То есть, что я делаю? Сначала я делаю с параллельным хватом, допустим, аккуратненьких 5 подтягиваний. Отлично отдышались. Смотрите, что сейчас будет дальше. Сейчас я буду подтягиваться ориентировочно 10 минут подряд. То есть, приблизительно 50 подтягиваний мне нужно сделать. То есть, это уже залог хорошей тренировки. И даже если дальше у вас никаких тренажеров нет, в принципе, тренировка спины уже нормально удалась. Поэтому сейчас будет просто ускоренный видос, как я подтягиваюсь, отдыхаю, подтягиваюсь, отдыхаю. Вот. А дальше мы перейдем с вами уже к другим тренажерам, которые нужны после того, как мы подтянулись. Окей? Ну что, с подтягиванием мы закончили. Основательно подубился. Кстати, рекомендую уделять на подтягивания, ну, не меньше, не знаю, 15-20 минут на всей тренировке. Вначале поподтягивались. Если вам подтягивается легко, добавляйте вес. То есть, вы должны как следует убиться, чтобы еле дышать потом. Отдышались. Смотрите, у нас есть такой тренажер, то есть, обычная тяга к груди, за голову, ну, то есть, как угодно. Единственное, что у нас написано. Вот такая надпись. Каушен, андер-майнтененс. Говорит, тренируйтесь, тут сегодня открыто. Ну ладно, в любом случае работает, единственное, что косидушки забрали. Значит, смотрите, что мы здесь делаем. После того, как мы проработали нашу спину свободным весом, мы уже переходим на тренажеры. Потому что, если мы сначала сделаем тренажеры, делов не будет. Итак, ставлю какой-нибудь нормальный разминочный вес. Сажусь. Упираюсь ногами и делаю тягу к подбородку. Выдох. Значит, что мы здесь делаем? Самое главное. Самое главное, мы не начинаем тянуть руками. Да, то есть, чтобы лопатки остались на месте, оттянем бицуха. Нет. Мы сначала увели лопатки вниз. Вот сзади, смотрите. То есть, сначала лопатки опустили, потом уже дожали. Вдох. Выдох. Ну что, отлично. Для первого раза нормально. Там, 50 килограмм. Что вам нужно будет сделать? Здесь, на тренажере, мы потратим ориентировочно 3 или 4 подхода. Первый разминочный вес, который вам делать очень легко, который вы можете сделать, не знаю, 30 или 40 повторений. Но мы делаем на 10. Следующий вес я ставлю уже почти рабочий. То есть, вот 75 килограмм. Сам я сейчас вешу 92,5. Специально утром взвесился. Ну, жирноват чуть-чуть, но в целом неплохо. Еще пару килограмм скину и буду красавчик. Значит, ставлю 75. То есть, приблизительно 80% от вашего веса. И спустя там ориентировочно минуту или 2, но я делаю для вас немножко раньше, мы делаем 8 повторений. Выдох. Выдох. У, хорошо. Теперь. На этом тренажере я ставлю чуть больше своего веса. Ну, в данном случае на 10%. Здесь больше, к сожалению, нельзя поставить. Единственное, что здесь можно сделать, это каким-то образом еще напихать сверху гантель. Но я не уверен, что вот этот тросик выдержит этот скромный вес. Так вот, мы сейчас отдыхаем ориентировочно 2 минуты, потому что подход будет тяжелый. Вот. Я должен восстановиться и сделать заветное 1 или 2 раза. Поэтому погнали. Ну что, а теперь переходим к нормальным весам. То есть, это ориентировочно 3 подход в тренажерах. Когда мы работаем со свободным весом, там, конечно, сразу нормальные веса. Но, итак, тренажеры, свободный вес. Я почему-то думаю, что широким хватом я сейчас, ну, действительно утяну там 2-3 раза. Но мне хочется сделать больше. Мне хорошо работает с узким и обратным хватом. То есть, вот таким. Итак, у нас тут сотка. Но у нас тут нифига, ну, вот видите, сотка, реально, она меня, ну, не перевешивает. Вернее, наоборот, перевешивает. За счет того, что нет подушек, мне, конечно, придется не очень сладко. Но, в целом, погнали. Хорошо. Не торопимся. Аккуратненько. Здесь рвать не нужно. Супер. Еще один. И. Класс. А потом так. Ну, давай, ну, побыстрее. Короче, вот такой тяжелый подходик. После него мы отдыхаем ориентировочно точно так же 2 минуты. И для того, чтобы как следует проработать крылышки, чтобы там прямо спина горела, нам нужно сделать половину этого веса, половину вашего максимального, которую вы смогли сделать на 6-8 повторений. Я поставлю полтинник. И им сделаю ориентировочно на 30 или 40 повторений, чтобы прямо убиться. Так что, опять сейчас будет ускорено. Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, я почти отдышался. Итак, у нас следующий тренажер. Это тяга к поясу. То есть отличный тренажерчик. Горизонтальная тяга. Рукоятка, вес, ничего сложного. То есть сначала ставим легкий вес. То есть я там ставлю, например, 40 килограмм для того, чтобы мышцы просто привыкли. Хватаемся. Прогнули поясничку. Ручки расслаблены. На выдохе сводим наши лопатки и сводим крылышки, для того, чтобы именно крылышки напрячь. То есть кисти вот так вот расслаблены, держимся только пальцами. Вдох, вдох, растянули мышцы, свели. Вдох, выдох. Вдох. Отлично. Ну что, отдыхаем. А теперь следующим подходом будет уже нормальный человеческий вес. Итак, следующий подход мы ставим, конечно же, вес больше. То есть у нас был полтинник. Следующий ставьте 70. Потом следующий поставьте свой максимальный вес. Тоже сделайте на 2-3 повторения. И точно так же обратно возвращайтесь на 50, сделайте на 20. Но давайте проверим, сколько же я смогу утащить. То есть 50 у нас было. Итак, 75. Ну давай. Фу, хорошо. Так, 75 утаскиваю. Давай поставим побольше. 90. Видно? 90 килограмм, охренеть. Там люди, наверное, по 200 таскают. А школьники так вообще по 300. Поэтому лучше не позориться. Хорошо. Прям практически максимальный мой вес. Я думаю, что сотку на раз. Сотку на раз. Как там? Давай, соберись, тряпка. 100 килограмм. Итак. Причем это хорошие 100 килограмм. Очень мало вот этих. Ну, один кругляшок там. Понимаете, да, чем больше рычагов, тем легче делать. То есть, когда там рычагов штук 5 или 6, вот тут, например, два. Даже три. Раз, два, три. Соответственно, когда ты тянешь, у тебя усилие распределяется между тремя. А здесь только один. Ну, это я к тому, что это тяжело. А не потому, что я слабый. Так. Так, поясничку. Ну, пусть будет два. Больше не надо. Короче. Здесь мы тоже успешно потренировались. И теперь переходим к четвертому упражнению. А это наши трапеции. Давайте как следует прокачаем наши трапеции. Поэтому здесь мы отдыхаем две минутки. И дальше щемимся на гантельки. Каму. Ну что, Спартак уже почти с широкой спиной, да? Такой, ух, прям качнул. Такой спортсмен. Видно, что занимался. Не просто набрызгал водой, да? Итак, что нам нужно теперь сделать? Теперь мы качаем с вами трапецию. Трапеция – это очень интересная мышца. Которую достаточно сложно накачать. То есть, в основном, ее качают, конечно, шрагами. Упражнение такое шраги. Я вам сейчас его покажу. Самое главное, что вы должны понять – это технику выполнения этого упражнения. Она очень интересная. Сначала покажу без веса. Значит, смотрите. Ну, классические подъемы. Вот так плеч вверх. Качают нашу трапецию. Но есть некоторые нюансы. Как говорится, дьявол кроется в деталях. Первое. И самое главное. Наш подбородок мы должны опустить и прижать к груди. То есть, если мы просто поднимаем, у нас вот такая амплитуда. Если мы опустили подбородок, у нас амплитуда уже выше. То есть, мы можем уже больше сократить наши трапеции. И следующий момент. Когда мы подняли вес сюда, мы должны еще чуть-чуть завести локти назад. Для того, чтобы максимально вот прямо дожать. То есть, опустили, подняли и чуть-чуть сюда. Опустили, подняли, сократили максимально и чуть-чуть сюда. И я хочу сказать, что я уже накачался. Уже реально без веса трапеции очень хорошо чувствуются. Ну, давайте покажу, как все-таки это дело выглядит. Трапеции такие мышцы, которых сложно удивить каким-то маленьким весом. Поэтому берем более-менее нормальные. То есть, ну, для школьников от 10 до 15, для тех, кто уже занимается, ну, 20 и выше. Итак, вспоминаем, что не вот это делаем, да? Опустили, подняли и чуть-чуть назад. Хорошо. И небольшая фиксация в крайней точке. Хорошо. Ну, ввиду того, что я уже убился на всяких подтягиваниях и мало отдохнул. Вес, наверное, нужно будет взять все-таки поменьше, где-то 20. Итак, на трапециях точно так же делаем 3 или 4 подхода, в принципе, до отказа. Сколько это будет? Ну, вот с такими паузами больше 12 повторений вы точно не осилите, так что все нормально. Значит, 4 подхода по 10-12 повторений. Итак, трапеции будем считать, что мы сделали. Техника понятна. Осталось сделать гиперэкстензию. Вот. Ну, и в целом, это уже хорошая тренировка спины, с учетом тех тренажеров, которые у нас есть. Если у вас чего-то не хватает, например, горизонтальной или вертикальной тяги, турник. Турник все заменит. Ну, и гантельки, если есть, трапеции можно качнуть. А насчет экстензии, пойдемте, покажу, что делать дальше. Ну что, а в конце тренировки мы прокачиваем наши разгибатели спины. Нам нужен вот такой тренажер для экстензии. Его еще называют для гиперэкстензии. У нас здесь вот такая штучка интересная есть, посмотрите. Вот такая, видишь, вот такая выемка. Это для чего? Это для... Для кои-чего. Очень удобно, я хочу сказать. Итак, смотрите, в чем принципиальное отличие гиперэкстензии от экстензии, да? То есть мы с вами расслабились, расслабили наши разгибатели. И начинаем исключительно выгибаться только за счет спины, только за счет вот этих мышц. Макушка тянется в потолок, ягодицы расслаблены. Вот вы ведете, ведете, ведете до какого-то момента. И начинаете чувствовать, что вы включаете ваши булки. Все. Все. То есть это крайняя точка. Жопу мы сегодня не качаем. Жопу мы качаем в пятницу. Выдох. Все, зафиксировали. Отлично, и назад. Так мы качаем разгибатели спины. Это упражнение конкретно экстензия. Можно взять вес, если вам совсем легко. Но поверьте, если делать правильно, зафиксировали назад. Вот эту вот штуку, вот эту вот, эту хрень. Этого не делайте. То есть если у нас конкретно спина, все у нас конкретно разгибатели спины, вот они. Если у нас задница, мы делаем задницу. Да, то есть скругленный там как. То есть так мы качаем жопу. Но нам это не нужно. Итак. Экстензию мы делаем точно так же. Четыре подхода. По 10-15 повторений. С паузой. Хорошенько проработали. Ну и все. У нас по факту пять упражнений. У нас подтяги неразнообразные. У нас вертикальная тяга, горизонтальная. У нас трапеции и экстензия. Идеальная тренировка. Ее можно сделать практически в любом тренажерном зале. Ну что, надеюсь, вам было полезно. Так тренируюсь я. Что я качаю на следующий день? В четверг вы увидите завтра. Это будет прям реальная тренировка, которую вы так долго ждали. Потому что это будет тренировка на руки. Мощные руки. Ну, мощные, чтобы были. Увидимся завтра. Пока.